Привет-привет из солнечного Колорадо. Я сейчас стою на остановке, жду, пока меня подберет коллега по работе. Мы решили с девчонками из банка встретиться вместе, ну кто может, по сути это будет только 4 человека, и пойти на завтрак. Ну если точнее, ага, вон она, уже Ива едет, точнее это поздний завтрак, потому что 10.30. Но я решила не отказываться, потому что считаю, вот подобные посиделки с коллегами, они только способствуют укреплению взаимоотношений, поэтому нужно использовать любую возможность. К тому же не так часто мы можем состыковаться, у каждого свои планы разное время. О, вот, кстати, Ива едет. Ехали в ресторан, я первый раз сюда приехала. Никогда не думала, что это настолько здесь визи по утрам. Ребята, американцы очень любят ходить на breakfast куда-либо, особенно в субботу, воскресенье утром. В общем, они вообще не готовят. Показываю коктейль от Микейла. Взяла коктейль себе. I'm showing your cocktail. В общем, что-то зеленое. Мне сказали, это называется kale cooler. В общем, я попросила официантку принести мне, ну как бы, экзампл. Сейчас быстро покажу. Посмотрите, все столики заняты. Я была в шоке. Мы ели столик взяли. Oh, thank you. This is the pineapple tonic. Okay, and this is... And this one is the kale cooler. Oh, okay, cool. They are fresh. We made this every day. Okay, thank you. Это мне принесли, ну как, попробовать, нравится мне или нет. Чтобы я понимала, заказывать мне такие коктейли или нет. В общем, ребят, я в шоке. Мы ели столик забронировали. Конечно, вот в нашем понимании, да, кажется, что здесь такого. Нельзя яйца там те же дома приготовить. Но, тем не менее, видите, американцы очень любят куда-то приходить. Иметь готовый завтрак и вообще не заморачиваться. Проводить свой день дальше с удовольствием. В общем, пробую вот эту зеленую штуку. Я не знаю, как они это пьют. Я очень рада, что я заказала вот эти маленькие экзампли. Окей, попробуем pineapple tonic. Какой-то кисляк, в общем. В общем, вкусно, но, наверное, в следующий раз. Принесли еду, я это должна показать. Посмотрите, какая огромная вафля с фруктами. Это называется скрамбл экс. А вот это куски, это тост, френч тост. А это айскреп? Вот это вот, white, it's ice cream. А, это масло, ребят, и какой-то соус. О, Микейла. Пробеда, ты будешь моделем, Микейла. Я не знаю, я чувствую это. Я знаю, что ты так делаешь. А вот какая красота. У нас тут такой семейный ужин. Все коллеги с детьми поприходили. Это то, что я взяла. В общем, это называется English muffin. Ну, картофель, понятно. Мои яйца, я не знаю, с чем-то. И сверху авокадо. О-о, окей. Так. А это отдельно по тейту. Вот такие здесь завтраки. Так, ну мы не наобщались за завтраком, поэтому наши посиделки продолжаются. Коллега по работе пригласила продолжить у нее уже за парочкой коктейлей. И они тоже купили кондоминию. Я никогда у нее не была, поэтому мне тоже интересно вот посмотреть, насколько больше площадь, квартиры меньше. Ну, и вообще, я очень люблю общаться с коллегами. Мы начали с мимузы. Шампанское. И апельсиновый софт. Так, мой день продолжается. После посиделок с девчонками и пары коктейльчиков мы теперь с мужем пошли на хайкинг. Очень круто. Я сейчас пытаюсь с ним пройтись по трейлам, которые для меня были, ну, немножечко scary. Да, бурундук там? Где? Да, oldest burunduks very small. Вот, потому что по основной дороге я и так могу пройтись сама. Без мужа. А здесь есть вот такие вот трубки, да, как вы видите, она такая достаточно узкая. Деревья с обеих сторон. Ну, и не знаю, как-то одной. Здесь, по крайней мере, мне идти страшновато. Знаете, вдруг медведь или еще кто-нибудь. Уж говорят, да, ну да, маунтин лайн, может быть, там будет. Это, не знаю, меня пугает или серьезно. Вот. Да, хочу добавить к нашим посиделкам сегодняшним. Заметила такую вещь. Вот знаете, все-таки пищевые привычки, они формируются с детства. Вот именно поэтому, да, американцы любят ту еду, которая, ну, в нашем понимании, очень странная. Но точно так же и наоборот, ведь, в частности, вот сегодня девчонки ели вафли, ну, и очень популярно тоже панкейкс. Ну, по-нашему, оладьи. Там на завтрак их обычно делают. Да, так вот, я подметила очень такую разницу. Во-первых, американцы любят панкейки точно так же, как и вафли, масло и что-то сладкое наверх. И я их шокировала тем, что говорю, девчонки, а вы в курсе, что в Украине, не знаю, как в России, наверное, точно так же, говорю, в Украине панкейки принято в основном кушать масло и sour cream on the side. Сметана, ну, подается со сметаной. Ну, как вот у нас блины тоже любят, да? Я не говорю, что мы не едим там тоже сладкие блины, но в основном это что? Сметана. И вы знаете, они были в таком потрясении, переспрашивали меня несколько раз, типа, серьезно? И, о май гад, какой ужас! Вот, вот она вам и разница во вкусовых привычках. Слушайте, ну, какая красота, правда? Муж говорит, что велосипедисты едут, надо им дорогу уступить. Так, сейчас в сторонку отойду. В симпатии, ребят, ездить на велосипеде, это, ну, не знаю, как пункт номер один. То, чем занимаются местные жители, особенно летом, осенью, весной и даже зимой. То есть тут у многих есть специальные велосипеды для того, чтобы ездить в горы. Вон, пожалуйста. Ага, еще один. Окей. Да, поэтому здесь велосипедный спорт, это вообще номер один занятие. я, конечно, до такого еще не доросла. Чтобы ехать в гору, это очень сложно. Нужно иметь достаточно сильные ноги. Ну, у меня недостаточно физическая подготовка, чтобы в гору на велосипеде подниматься. Я тут вот иду, да, слышите, как я и то отдышка. Сейчас участок, кстати, ну, более-менее такой ровный. А до этого мы поднимались вообще вот так вот было. Я пока на эту горку взобралась, знаете. Ужас. Ну, говорит, тебе надо присесть, наверное, отдохнуть. Я говорю, да. Вот. Ну, красота. Я раньше вообще не понимала вот этого. Ну, потому что нет у нас мест, где можно так вот гулять, где-то лазить по горам. Боже, в Стимбате их столько. То есть, вообще не нужно выходной сидеть дома. Вот так вот рюкзак одел и пошел дышать воздухом, наслаждаться красотой. Да, вот я тоже наслаждаюсь сейчас своим новым специализированным рюкзаком, который мне муж подарил еще на Крисмас по моему заказу. Здесь такая специальная бутылка с водой. Ее используют для хайкинга и велосипедисты, кстати. Видите, вот этот такой шнурочек, это для того, чтобы пить воду. Потому что, когда ты за велосипедом, у тебя нет возможности иногда остановиться, сделать передышку. Тебе нужно попить воды и прямо вот сейчас. Поэтому придумано вот так. Берешь вода отсюда поступает в эту трубку. Да, и, конечно, в этом рюкзаке очень много специализированных кармашков. Я вообще просто оценила. Для хайкинга и велосипедного спорта незаменимая вещь. Так, ну, еще чуть-чуть красоты и буду я уже в таком более быстром темпе подниматься. На горах, если вы видите, до сих пор еще на вершина гор есть снег. Вот так вот. Вот так вот. Для меня это, конечно, высший пилотаж. Мало того, что по такой узенькой тропке, поворачивать камни еще и там между деревьями, там, чтобы в дерево не влететь. Да. Ну, может быть, когда-то я смогу это делать, но не сейчас. Сейчас покажу очень красивую панораму. Мы спускаемся по вот этому узкому трейлу. Но я просто не устаю любоваться этой красотищей. Вот прямо дух захватывает. пауна, пауна. На этом заканчиваю. Надеюсь, вам интересно было провести это время со мной. и подписывайтесь на канал. До новых встреч и репортажей. Пока-пока. Слушайте, по-моему, сезон начался прекрасно. У нас открылся теннисный корот. Сейчас мы пойдем поиграем немножко с мужем. Вон он уже все принес. Да, но меня несказанно порадовала также вот эта территория. Смотрится шикарно. Сейчас пойду проверю, какой температуры вода. Так, этот бассейн относится к нашему комплексу. Это обозначает то, что все жильцы, которые здесь снимают или уже купили квартиры, неважно, я подробностей не скажу, но все могут пользоваться вот этим бассейном и теннисным кортом. Я уже прямо представляю, как я беру с собой какой-нибудь холодный напиток со льдом, книжечку. И вот здесь вот на лежачке читаю, просто наслаждаюсь солнышком. Так, проверяю температуру воды. Боже, ребята, это же благодать, вода теплая, как я люблю. Знаете, вот кто на море ездил, обычно спрашиваешь, как водичка? Ой, парное молоко. Ну, для меня это значит холодина ужасная. Так вот, ребята, вот вот это вот классная температура, ну, для меня, по крайней мере, вот реально тепло. Так, все. Надо брать купальник и идти в бассейн. Давно хотела показать. У нас еще вот такое есть джакузи, которое рядом с бассейном относится тоже к нашему комплексу. Ну, по сути, это отдельная комната. Вот сам джакузи. Тут можно, я так понимаю, да, вон я уже вижу, включать вот эти вот бульбашки и сидеть. Ну, честно скажу, я за зиму не была ни разу, потому что, ну, комната сама выглядит немножко удручающе, по крайней мере, в моем представлении. Ну, и после того, как я была в джакузи у Сабины, когда ты можешь на открытом воздухе лежать в горячей воде, любоваться на снег, огоньки и звездное небо, то, конечно, ходить в какое-то закрытое пространство, чтобы сидеть в джакузи, ну, как-то, не знаю, меня не впечатлило. Ну, может быть, может быть. Слушайте, я прямо себя чувствую, как будто я в гостинице где-то живу. Муж практикуется самостоятельно играть в теннис. Хочу показать, например, я не знала, что такое есть. Вот мы купили вот такую штуку, вон синяя коробочка и от нее идет резинка. Мячик, собственно, на резинке привязан к этой коробочке. В чем смысл? В том, что вам не надо ждать партнера. Ну, если никто не хочет играть, что же делать? Можно вот выйти и вот с этим мячом одному играть в теннис. По-моему, очень крутая идея. Надо и мне попробовать. Что-то сегодня так жарко, что я очень быстро как-то устала. Теперь меня манит бассейн. Боже, как это классно. Тепло. Тепло, да. Но я бы хотела еще потеплее. Вот, но и так здорово. Вон мы расположились на шезлонгах. Ой, это супер просто. В общем, муж у меня со своими идеями, как делать фото, тоже немножечко утомил. Так, не смеши меня. В общем, все, друзья, на этом заканчиваю видео. Надеюсь, вам понравилось провести этот день со мной. Не забывайте подписываться на канал. До новых встреч и репортажей. Ну, а в двух словах скажу. Да, я считаю, выходной удался. я счастлива, что все так получилось. получилось. Спасибо.